Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Realman Real Style. Сегодня я отвечу на вопрос, как держать себя в руках в высокострессовых ситуациях. Я дам вам пять приемов, которым научился в армии. Видео основано на исследовании ВВС США, корпуса морской пехоты, где я служил, спецназа и военно-морского флота. Да, это открытая информация, и я думаю, что они помогут каждому в любой ситуации. Мне прислал вопрос один из подписчиков. Антонио, я люблю твои видео о стиле, общении и переговорах. Отличный материал. Но я пишу этот имейл, потому что этим вечером шел в небольшой семейный магазин, около 10 вечера, вместе с другом. И в магазин вошел какой-то парень. И он начал. Напился, разбушевался, прыгнул за прилавок, сказал, что застрелит кого-нибудь. И в этой ситуации я просто не знал, что делать. Незамедлительно я подумал, может мне нужно бежать? Но этот парень заблокировал выход. После того, как он ушел, я реально задумался, что будет, если у меня будет ребенок? Что, если я буду с семьей? Что мне нужно делать в этой ситуации? Это отличный вопрос. Мы не часто находимся в подобных ситуациях. И в целом не так много об этом думаем. Но имея честь быть офицером и служить с некоторыми изумительно хорошо обученными людьми на некоторых учениях, мы работали с морскими котиками. У меня есть друзья среди рейнджеров, которые делали вещи, которые чертовски поражают. Итак, я ушел оттуда. Я провел некоторые изыскания. Большинство из этого основано на бумагах комиссии ВВС 2014 года, которая была названа «Повышение производительности при стрессе». Они разделили ее на три части. Ну, некоторые из вас могут спросить, чему можно научиться в ВВС? В ВВС вышли из состава армии где-то в 1947-48. Вернемся в прошлое. Эти ребята десантировались в операциях 1944 года. А в наши дни этим занимается отряд Пиджей, которых отправляют первыми на операции. Они заботятся о людях. Я хочу сказать, эти парни находятся в невероятном стрессе. Например, они летают на самолетах, прыгают с парашютом. Одна из интересных вещей о военных – мы меньше заботимся о себе, чем о других. И возвращаясь к письму этого парня, я думаю, что это отличный момент, потому что я действительно забеспокоился, когда прочитал его, и подумал о том, как я иду со своей семьей по Чикаго. Сам я из небольшого города. Но гуляя по большому городу, должен признать, мне не нравится это чувство, что я потерял контроль. Я немедленно размышляю, что я буду делать. Кстати, вы можете прочитать эти исследования. Я оставлю ссылку в статье. К чему они пришли? Поймите, что стресс влияет на вас. Вам нужно увеличить набор ваших навыков. Вам нужно сымитировать высокострессовые ситуации. Что ж, я думаю, это применимо как к военным, так и к обычным парням. Но как это все применить к семье? Как обычному парню без военной тренировки это осуществить? Для этого я дам вам пять советов. Они основаны на исследовании на моем собственном опыте. Надеюсь, вы найдете их полезными. Итак, совет номер один. Вам нужно контролировать что-нибудь, даже если это что-то малозначимое. Вам нужно это чувство. Вернемся к истории парня. Он напился и начал дебоширить. Прыгнул за прилавок и сказал, что застрелит кого-нибудь. Так что вы можете контролировать? Не так много, но вы можете контролировать ваше дыхание. Из исследований, в частности НАСА, выхода на Луну, космонавты были буквально на бомбе. В смысле, все это ракетное топливо, языки пламени. И не так много проконтролируешь в этой ситуации, когда летишь в космос. Но можно контролировать свое дыхание. НАСА натренировали этих ребят. Они могут контролировать свое дыхание, состояние ума. Они предоставили им достаточно практики. Наверное, даже при взрыве. Но они способны контролировать свое дыхание. Было проведено исследование, вроде в Лахолье, в госпитале ветеранов, и где-то в Сан-Диего. Показали, что морские котики в спецоперациях, в стрессовых ситуациях, их пульс урежался. В Лахолье показали, что морские котики успокаивают даже свой мозг, потому что они осознают, эй, мне нужно быть способным контролировать свои возможности. Так переходим к номеру один исследований ВВС. Понимание стрессовой ситуации. Если вы это осознаете, вы сможете подготовиться. Итак, контролируйте что-нибудь, даже если это просто дыхание. Второй совет. Думайте перед действием. Некоторые парни говорят, живи инстинктами. Ну, убегать это тоже инстинкт. Если вы с семьей, навряд ли вы хотите их оставить. Чтобы думать быстрее, нужна практика. Исследование основано на сравнении аспирантов и студентов. Они подвергли их испытаниям с ограниченным временем. Что оказалось, аспиранты начали медленнее. Студенты просто ринулись. Аспиранты отставали на шаг, потому что обдумывали каждую ситуацию. Я помню, когда я получал магистра делового администрирования, мы проходили что-то подобное. Мы разбились на команды, чтобы за заданное время оценить ресурсы и их недостаток. Мы не рубили с плеча, хотя было ограниченное время. В итоге, мы сделали все гораздо лучше. И также аспиранты, хоть и начали медленнее, к финишу они были явными фаворитами. Итак, вы контролируете ваше дыхание, обдумываете ситуацию, вы начинаете думать об окружающей обстановке. Окей, что я могу контролировать? Третий совет. Поместите себя в контролируемую, высокострессовую ситуацию. Понимаю, что это возможно не для всех, но, по крайней мере, вы можете поместить себя в некоторые из них. Расскажу на примере. Мне повезло участвовать в учениях, когда я был в корпусе Кристи и Пенсакола. Была имитация вертолета, вы сидите вместе с пятью парнями, у вас повязка на глазах, и над водой вас сбрасывают. Оттуда только один выход, он под водой. Нельзя снимать повязку, и вы вместе должны отыскать этот выход. Итак, когда вы оказываетесь в подобной ситуации, в которой ничего не случится плохого, но под большим давлением, вы себя испытываете. Вы осознаете, что можете сделать гораздо больше, чем предполагали. Это также относится к пункту осознать, в какой ситуации вы находитесь. Вспомнить о моей гипоксической тренировке. Вы сидите в комнате, из которой начинают откачивать кислород. В таких ситуациях показываются ваши способности. Я понимаю, не каждый сможет пройти такие тренировки, но вы можете пойти на тренировки боевых искусств, джиу-джитсу, бокс, очень много вещей, которые вы можете сделать. Поместите себя в ситуацию, в которой вы будете чувствовать себя некомфортно, и вы станете лучше адаптироваться к происходящему. Вы также обуздаете это чувство. Ладно, что-то вышло из-под контроля, но я могу с этим совладать. Вам нужен опыт. Боксер не знает, когда прилетит удар, но когда вы знаете, на что это похоже, вы можете сгруппироваться и дать сдачи. Четвертый совет. Не прекращайте тренировки. Это одна из самых сложных вещей. Я помню на службе, все, что мы учили, старались отработать, так было и с рукопашным боем. Но люди забывали все достаточно быстро. Вот одна из проблем большинства боевых искусств. Когда вы перестаете практиковаться, вы теряете свои умения очень быстро. Мой друг, Джефф Гонзалес, ветеран морских котиков, родом из Остина. Он разработал карточную систему тренировок. Да, он все распределил по случайным картам. И вы должны выполнить одно из четырех упражнений. Сила, скорость и другое. Вы можете все это делать дома. Это больше работа для разума. Вы вытаскиваете случайные упражнения и должны это сделать. Каждый раз вы все это обдумываете. Как и что делать. Что дает очень сильный эффект. Итак, если вам нужна медитация, существует множество приемов. Я оставлю ссылки на все медитации. Все это круто, но вам нужно поддерживать свой уровень готовности в любом случае. Пятый совет. Умейте привнести юмор. Так вы сможете снять напряжение в разных ситуациях. В одном из исследований рассказывалось про человека, которого вели на пытки. Он разговаривал с воображаемым персонажем. И его палачи удивились. Он что, сумасшедший? И он начал заливать всякие истории со своим воображаемым другом. Умейте добавить веселья. Так, во время тренировок рейнджеров, если ты можешь это делать, к тебе лучше относятся. Друзья, я надеюсь, что видео оказалось полезным. Я оставлю ссылки в статье. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. Пока. Продолжение следует...